приветствую дорогие автолюбители сегодня расскажу еще об одном приборе который появился johnson это дешевые версии на 1 гиг оперативки маркировка коробки показывает что это за x11 она может быть еще за x наверное это 10 один дюйма считается значит будет за x9 что в этом роде версия есть 1 плюс 8 1 плюс 16 плюс 32 и даже обещают версию 4g что собой представляет рама вернулись старой раме она не такая как предыдущая прикручивается не на вот эти крайние болты а ставится внутрь но она перестал переставляется соответственно кстати это бывает иногда лучше некоторые рамки не поддерживают новый тип который появился нужно их подрезать здесь в принципе все станет идеально но теперь попробуем запустить и посмотрим что там внутри видим у нас android 10 сразу есть подсветка которая не привязана к кабелю и лл что в принципе тоже хорошо ранее такого не было насчет android 10 скажу так некоторые приложения показывают что это не android 10 и по ваш android 9 обновленный но в принципе думаю что это так и есть давайте посмотрим что есть у нас здесь у нас здесь сразу все русифицирована есть присутствует некий dsp эквалайзер но это программный однозначно то есть программный dsp я уже видел подобное у конкурентов поддержка голосовых команд есть в этой версии эти на и дешевая радио приемник у нас тоже знакомый на прошивках которые были ранее ассистент какой-то появился отображение кнопок ну понятно это вот эта вот штука который принципе не очень нужна ну и давайте посмотрим зайдем настройки настройки что у нас тут есть меню кстати напоминает intel овскую версию а также в 3 pro вайфай из более тут у нас что точка доступа раздачи специально уже прогнозируется что будет здесь 4g соответственно появилась точка доступа управление дисплеем яркость включение обои но ничего такого интересного звук настройка аудио даже звук касания точно как на android 9 на intel и было хранение приложения управления то есть да тот у нас именно интерфейс так есть у нас общее значение кнопки при нажатии автоматический запуск управление подсветкой громкость отношения голоса настройка кнопок руля подсветка панели разным цветом можно и сразу кстати выбирать и так понял выбрать ту которая нравится зелененькая синенькая кстати видите она потухла сейчас и не работает при запуске она сообщает а потом не работает видимо все таки кабель и а вот здесь влияет дальше заводские настройки но судя по интерфейсу я не знаю какой здесь думаю код 888 не будет работать но 3368 старый должен работать да действительно это есть вход в инженерное меню 3368 запомните это так здесь вы можете настроить канбас подключить питание антенны если требуется выбрать логотип обучить экран сенсорный том числе кнопки боковые можно наключить переднюю камеру выключить ну принципе все то же самое что было раньше на интеле 4 гиговом с абсолютно та же прошивка нет интересно какой здесь будет да кстати есть возможность включить 360 камеру это же и адаптировать настройки расширения экрана 1024 на 600 здесь не стоит экран 720p ну понятно версия дешевая давайте посмотрим что у нас здесь какие-то данные по написано android 10 сборочка процессор у айси 814 41 и 4 ядерный 1.3 2 гигабайт сам 2 гигабайта плюс 32 памяти на самом деле это 1 плюс 32 но почему-то 2 плюс 32 очень интересно возможно прошивка совместимая хорошо смотрим внимательно система заводские общие к сожалению не вижу память давайте сейчас посмотрим какая реальная память но по оперативке это нужно тестировать и поставить специальную программу сейчас установим посмотрим что он покажет на самом деле яркий я использую программу найду в гугле которая называется аида 64 и на сайте apk pure это самый простой сайт без заморочек можно скачать все что угодно не заходя в google play market вот мы зашли увидели нажимаем скачать и напрямую скачиваем с браузера он будет сейчас требовать разрешения вы просто разрешаете скачиваете подтверждаете эти будьте осторожны с такими скачиваниями ну хотя на самом деле play market не гарантирует вам там качество от вирусов вирусы можно взять из play market до по установке тоже нужно все разрешить потому что сторонний источник они play market следующее наше действие очень простое мы устанавливаем аиду и можем с вами просто просмотреть что реально находится в этой магнитоле какой процессор расширения открываем и давайте посмотрим итак производитель sprd ну понятно модель указана сразу оперативной памяти полтора гигабайта на самом деле то есть хотя на один плюс 16 но версия уже идет с полтора гигабайт и вот почему здесь появляется возможность подключения некоторых опций то есть представьте вы берете версию один плюс 16 1 плюс 32 по факту получаете полтора это приятно приятно но как видите занято много остаток 693 32 встроенных доступно 23 что за процессор арм cortex a7 но street drum более мощный процессор вот почему она немножко быстрее чем мтк с той же частотой что идет мтк стандартный 82 27 л есть 32 битный четырех ядерный stream drum 3 драма он да повеселее будет ну как видите таких поддерживается не он интересно такого тоже не было дальше расширение дисплея 1024 на 600 размер экрана указан 546 дюймов это сам экранчик дальше 60 герц хотя это 10 один дюйма по размеру магнитола не путайте размер экрана с размером магнитола тема не то что имели размер 7 дюймов там экран вообще был по 4 дюйма написано что сеть телефона gsm и он даже видит это возможно есть возможность установить сим-карту внутрь нужно посмотреть то что я говорил даже скоро связи это для вайфая но тут оказывается что тип телефона подразумевается еще версия которая будет иметь у нас как минимум 4g android ну как видите вот правда все открылась android 8 и 1 но никакой android 10 это просто обновленный до 10 и здесь это все нам показывает вот они тут пообновляли все принципе понятно из устройств надо разрешить камеру они естественно пока не видит ничего не напишет температура вот сейчас 48 градусов но принципе терпимо хотя нужно было бы как бы поменьше из датчика у нас это у нас реклама этот ужасный браузер который все время 3 хочет установиться не устанавливайте его обратите внимание у нас есть проксими сенсор что очень удивительно если кто знает что такое а в телефонах это было это датчик приближения и это реально круто не знаю как это работает возможно это связано с подсветкой дисплея но и все остальное на этом заканчиваем видео короткое наше и просим вас подписаться на канал чтобы видеть кейс новинки компании johnson и все что появляется новое и при этом все отлично как видите новая версия плюсы и очевидны вы получаете больше оперативки но есть небольшой подвох с андроидом но он есть на всех моделях сожалению спасибо что досмотрели до новых встреч